Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, всё только начинается, это наше всё. Всем здравствуйте! Вам, 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 да и вообще всем, кто включил наш канал и присоединился к нашей компании. Это субботу. Да-да, друзья, не ослышались. Именно субботу, не понедельник. Встречаем с вами мы, Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Ну, это, знаешь, для тех людей было, которые сейчас нас увидели и быстренько побежал одевать брюки, потому что он опаздывает, а нет, суббота. Суббота, но рабочая суббота, друзья, поэтому если вы опаздываете, бегом, бегом, бегом. Нет, ну да, вообще каждый день ещё с нами по традиции встречает, да и с вами, друзья, наш друг, наш партнёр. Это кто? Строительная компания «Водострой». Жилой, не жилой, жилой, не жилой. Что загадала? Желание. Хочу квартиру в жилом комплексе со встроенными нежилыми помещениями. Да тут и гадать нечего. Жилой комплекс на Сергея Ушакова, 13, от компании «Водострой». «Водострой» — хороший знак строительного зодиака. А ещё хорошие расположения и цена. Звони 24-04-04. Проектная декларация в офисе компании на Первомайской, 37. Андрей, а ты задумывался, почему обручальные кольца надевают именно на безымянный палец? Потому что до момента женитьбы богатые люди украшают уже все пальцы колечками, нет? Нет, ну вот я... Потому что у него нет имени. И ты такой «Стас». Будешь-ка ты «Стас». «Стасян». «Стасян». Нет. Недавно узнала вот такое объяснение. Вот, Андрюш, давай, сложи вот так вот пальчики. Средние вот так, остальные все подушечками. И так. Вот, хорошо. Вот смотри, всё получилось, да? Попробуй отвести вот эти три пальчика. Ну, всё легко. Ну вот, в моём объяснении, в общем, большие пальцы символизируют родителей. Вот. Ну, родители с нами будут не всегда, да? То есть в своё время мы от них уйдём. Вот. Указательные пальцы — это братья, сёстры, у которых тоже своя личная жизнь. У тебя у брата голова перемотана. Ну, просто чувак наслободержил, как бы, ну. Мизинцы. Мизинцы — это символ детей. То есть мизинцы означают наши детей, которые в своё время тоже улетят из родительского дома, как и мы в своё время. А вот безымянные пальчики — это наши вторые половинки, то есть наши партнёры. И вот попробуй вот сейчас вот так вот, держа руки. Не так, не так, не так. Вот эти, кстати, средние пальцы — это, кстати, мы сами. Это отражение у нас самих. Вот. Прижал? Ну. И попробуй теперь безымянный пальчик отодвинуть. Ах, ты ж. Нет, получил. Ах, 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 ах. Как ни старайся, да? Ох, уж это 401, который ты мне ливанул на пальцы. Как ни старайся, а разомкнуть не получится. Всё потому, что со своим партнёром мы должны прожить всю жизнь, как говорится, и в радости, и в горе. Ну, знаешь, достаточно хорошая притча. Был бы бокал вина. Сейчас мы застолье бы подняли. Но на самом деле вообще очень крутой, интересный факт. Да, но я, кстати, его узнала на игре Quiz Please. Многие считают, что эта игра не только не для них, точнее, потому что «ох, слишком интеллектуальная». Ну, друзья, в общем, Quiz Please в первую очередь это игра развлекательная. И ответить правильно иногда помогает интуиция, логика, а не знание. Да, вот мы заядлые игроки в Quiz Please и хотим, чтобы наши зрители в неё тоже сыграли. Ну, а если не верите нам, тогда слушайте мнение об этой игре у других так называемых Quiz Please-овцев. Quiz Please — это мощное, весело и кайфово. А ещё это два с половиной часа невероятных эмоций в драйвовой атмосфере и приятной компании друзей. В Quiz Please играют не только в России, но и за рубежом. Когда называют вопрос, ты сидишь и думаешь, что же это, вот что-то крутится на языке. А потом, когда называют ответы, ты понимаешь, вот же оно. Семь раундов, сорок вопросов на логику, эрудицию и сообразительность. Иногда просто на удачу. Никаких гаджетов — это главное условие игры. Мне нравится раунд «Шазам», потому что вспоминаешь и все фильмы, которые ты пересматривал, и песни, которые слушал. Здесь можно и люди поколения постарше, и наоборот помладше. То есть эта игра всем подходит, и я думаю, что даже вот детям, дети и берут, и интерес, мне кажется, тоже присутствует на играх. Мне очень нравится то, что до последнего момента результат непредсказуем. То есть ты можешь быть в середине, и на последнем раунде просто взлетаешь, и ощущения просто нереальные, непередаваемые. В Quiz Please играют каждую среду. Можно парой или шумной компанией до девяти человек. На вечере присутствует фотограф. Отличная возможность сделать крутой кадр, выложить его в сеть и получить брендированный презент. Итак, вот такая вот новость для тех, кто к нам присоединился. Это Виктория Сарады, Андрей Козицкий. Мы будем каждый раз вам это повторять, чтобы вы помнили, чтобы просыпались и знали. Весь день, весь день с вами Виктория Сарады, Андрей Козицкий. В общем, друзья, мы уже говорили, сейчас расскажем вам кое-что, о чем мы уже в свое время говорили. В общем, друзья, приморцы увидят Кубок Чемпионата Мира по футболу. Трофей приедет во Владивосток 1 мая. Краевая столица станет первым городом третьего этапа тура легендарного кубка. Ну, официальная церемония приветствия главного приза пройдет возле здания администрации Края 1 мая в 15.30. Вот. Ну, там будет небольшая сцена и футбольный миди-стадион с искусственным полем и трибунами. Ну, знаешь, новость действительно хорошая. Я думаю, что каждый желающий, а я даже не думаю, это знаю, что каждый желающий, друзья, может сценафироваться с Кубком. Вот так вот приехать, сценафировать. Поедешь? Ну, только если ты меня отвезешь. Потом буду пересматривать фотографии и рассказывать своим внукам, что ваш дед когда-то выиграл чемпионат мира по футболу, который проходил во Владивостоке. Я буду говорить так. Ну, а мы от фантазии, которая радует Андрея, перейдем к новостям, которые радуют сегодня наших горожан. Рубрика «Наш» на среднем эфире, наша программа. У меня очень приятные новости. Наш город самый лучший в Российской Федерации. Вот это самая новость. Лучший, самый зеленый и самый красивый город России. Самые красивые девушки живут только в Приморье и в Уссурийске. Я учусь в ДВТК на специальность информационной безопасности автоматизированных систем. А почему ты выбрал именно эту профессию и будешь ли ты работать в будущем? Ну, нравится работать с компьютерами и собираюсь дальше работать по этой специальности. В свободное время я занимаюсь музыкой, я пишу треки, пишу биты, работаю битмейкером, учусь на информационной безопасности автоматизированных систем, ДВТК. А почему ты выбрал эту профессию? Ну, потому что мне нравится работа с компьютерами. Я читал книги о компьютерах, я знаю, как он работает, и мне это нравится. Мечта, да, переехать в Америку. Жить? Да. Почему именно Америка? Чем привлекает эта стена? Ну, не знаю, как мне кажется, там более дружелюбный народ какой-то. Там нету никаких, в принципе, гопников, но они есть, только они там в отдельных районах. А у тебя уже есть какие-то мысли, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Строительник. А почему строительник? Потому что мой папа был строительный. Уже много лет в преддверии майских праздников в интернете активно появляются различные мемы, мол, на майских население делится на две части. Одни на даче работают, другие отмечают. Ну, вообще, ну, на три даже части, другие отмечают на даче. Вот. Майские праздники в нашей стране считаются неофициальным открытием дачного сезона. Готовь сани летом, а телегу, как говорится, зимой. Вот, ну, так гласит ее известная поговорка. Так вот, чтобы облегчить труд, наша съемочная группа съездила в магазин стройка и узнала, чем же, чем же его можно облегчить эти дачные будни, чтобы работа была не в тягость, как говорится, а в радость. Дачный сезон открыт, а у вас еще нет надежных помощников в освоении шести суток? Тогда скорее в магазин стройка. Здесь помогут выбрать правильную садовую технику и инструмент. Для нас самое важное – это решение задач, которые клиент ставит перед собой. Например, если вы стоите перед выбором, что лучше для дачи – мотоблок или культиватор, то в первую очередь следует понять, для каких целей вы хотите использовать агрегаты. Основное отличие мотоблока от культиватора состоит в разном диапазоне возможностей. Культиватор – это сезонное, узкоспециализированное оборудование. Любой культиватор может только рыхлить землю. Мотоблок же – это круглогодичное использование универсального оборудования. Он имеет более широкий спектр. В сети магазинов стройка вы всегда найдете то, что нужно. Культиваторы, мотоблоки, газонокосилки, триммеры, генераторы, бетоносмесители и другое оборудование от ведущих мировых производителей. А некоторые сюда и за подарками заходят. Товар брендов и будет работать безотказно и не один год радовать человека, которому этот подарок предназначен. Поэтому сюда и пришел. Садовое оборудование и инструменты от магазина стройка станут вашими верными друзьями на долгие годы. 30 апреля нас ждет полнолуние. И, как обещают астрологи, оно по-разному повлияет на все знаки зодиака. Ну, однако, у всех знаков. На меня уже начало влиять, я начало заикаться. Нет, это не так, это не то. Ну, ладно. Друзья, в общем, не слушайте веку, однако, у всех знаков многие давние вопросы найдут свое решение. Например, можно будет отказаться от всего ненужного. Полнолуние в Скорпионе уточняют астрологи, и оно может избежать ошибки и изменить свое направление по жизни, если оно изначально было неверным. Ну, 30 апреля день будет конфликтным. Ясно тебе. Так это же не сегодня, Андрюш. Поэтому проявляйте сдержанность, успокойся, ограничите круг общения, не звони мне, и давай не будем выяснять все-таки отношения. Хорошо, Андрюш. Предупрежден, значит, вооружен, как говорится. Ну, а еще вооружиться полезной информацией можно из рекламного блока. Ну что ж, друзья, приветствую еще раз всех, кто включил канал Телемикс. Это программа «Наше все». Меня зовут Виктория Сарада. Рядом со мной прекрасная девушка Ксения Светлак. Ксюша у нас инструктор групповых программ. Спросите вы, почему я пригласила сегодня именно Ксюшу. Все очень просто. Лето все-таки не за горами. Пора приводить себя в форму. Не устаю повторять это каждый месяц. И, в общем, сегодня предлагаю поговорить про растяжку. А Ксюша знает о ней как никто другой, не хуже. Точнее, в общем, ладно, не буду я говорить. Потому что я в этом деле ноль. Ксюш, ну, вот у меня такой вопрос сразу. Почему в детстве? Вот мы все очень пластичные, мы все гибкие. Куда с возрастом все это уходит? Куда? Где это все? Где эти несбывшиеся мечты? Ну, да, действительно, все с возрастом теряют такую гибкость. Потому что изначально в детстве всем дана эта гибкость. Но по мере того, что она нам потом со временем не нужна, мы ее начинаем терять. И мы можем ее только развить с помощью тренировки. Либо кто-то начинает заниматься гимнастикой, либо еще чем-нибудь. Только за счет этого можем развить. То есть вот те детки, да, кто вот самых-самых-самых юных лет занимается гимнастикой, танцами и так далее. То есть они поддерживают все это. И поэтому у них гибкость остается вместе с ними. Ну, а мы становимся деревянными, как я, бревнышками. За ненадобность. За ненадобность. Хорошо. Ну, а легко ли исправить вот эту ситуацию в зрелом возрасте? То есть растягиваться можно вообще в любом возрасте, когда ты уже совсем взрослый, поддерживать. Если ты, допустим, ничем не занимался, это как очень хорошее начало, очень хороший толчок для того, чтобы начать заниматься. Если хотите, например, сесть на шпагат, тоже нужно смотреть, какие результаты, какая подвижность сустава. Все это нужно смотреть. Но растягиваться можно в любом возрасте, только очень аккуратно. Без фанатизма, без резких каких-то динамических движений. Так можно. А вот если, скажем так, я потеряла свою гибкость на шпагат, вот за сколько времени я могу сесть? Все индивидуально. Нету такого срока, где вот все, через неделю ты садишься или через месяц ты садишься. Всех индивидуально. Кто-то, допустим, никогда не тянулся, занимался там большими весами, приседал, пришел через месяц, у него уже результат на одну и на вторую ногу, можно спокойно сесть. Есть те, кому это тяжелее дается. Это все индивидуально. Вот, кстати, знаешь, сразу такой вопрос у меня. Очень часто я слышала от спортсменов, которые поднимают большие веса, что мышцы сокращаются, мол, да? Да, и то есть растяжки не хватает. Она, ну, и нужно приходить затянуться, растягивать мышцы, чтобы они были более эластичны. С весом оно забивает себя. Ну, а какие тренировки нужно посещать, если, например, я хожу в спортзал для того, чтобы получить хорошую растяжку? Чтобы получить хорошую растяжку, ну, существует, во-первых, что-то наподобие, это такие как пилатес, йога и вот стрейчинг. Можно разобрать их немного, потому что все считают, что это все одно и то же. Пилатес, он больше направлен на поддержание, на формирование мышечного корсета. Тренировка там состоит не в том, чтобы тянуться, а в том, там идет динамические и статические упражнения на укрепление мышц, на проблемы с позвоночником, и они идут плавно. То есть они переходят в одно движение, а плавно переходят в другое. Что касается йоги, то это больше дыхание, как-то умиротворение с собой. Ну, также тоже там проблемы с позвоночником какие-то, они при расслаблении как-то вот улучшают больше. И стрейчинг, ну, одним словом, стрейчинг – это растяжка. Мы тянемся, там нету такого-то, что последовательность упражнений каких-то. Сегодня можно растянуть ноги, попробовать сесть на шпагат, другую тренировку мы работаем над спиной, например. Все по-разному. Но тоже это не общий там базовый какой-то перечень упражнений, да, которые вот там на каждой тренировке весь час мы начинаем 15 минут там на руки, там 15 минут на спину, 20 минут. А тут тренировок можно так сделать. Собрать, например, спина, ноги где-то какие-то изолированные, некоторые можно вообще убрать, например. Но обязательно нужно быть растянутым, не растянутым, а разогретым перед этим. Вот, то есть холодные мышцы нельзя растягиваться. Ну, а хорошо. Знаю, как перед тренировкой с весом разогреваться, да, а как разогреваться перед растяжкой? Обычные прыжки, на скакалке, приседания, все различное. Можно на тренажере, например, на дорожке еще где-нибудь растянуть. В большей степени кардиоупражнение получается. Да, 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 кардио. Хорошо, но а можно ли сделать хорошую растяжку в домашних условиях? Если вы на себе на 100% уверены, что вы делаете это правильно, потому что недалеко не все, что показывают у нас в интернете упражнения, ну, не то, что правильно. Многие не знают нюансов этих упражнений. Как держать спину, дыхание, положение стопы, то же самое, это тоже имеет огромное значение. Поэтому нужно, нужен профессионал, нужен контроль. Если вы, допустим, уже занимались и знаете что-то, вы можете продолжать тянуться дома. Допустим, даже не хватает иной раз, чтобы надавить. Ну, если дома никого нет, нужно продавливать иной раз, чтобы был больше результат, лучше. Хорошо, а можете показать пару упражнений для растяжки нашим зрителям, рассказать, показать и объяснить, как это делать правильно? Ну, можно показать на заднюю поверхность бедра. Становимся на колено левой ноги, правую выпрямляем. Колено левой ноги под углом 90 градусов у нас. Правая нога, носок на себя. Спина в этом положении у нас зафиксирована ровно. С наклоном вниз, когда мы тянемся, у нас первым должен тянуться живот, потом грудь, потом уже голова. Если совсем тяжело, то можно просто опереться, держать ровную спину. Уже с ровной спиной у нас идет натяжение задней поверхности бедра. И не задерживать дыхание при том, когда мы делаем. То есть должен быть всегда глубокий вдох, и на выдохе мы должны расслабиться. И не должно быть болевое ощущение сильное при выполнении упражнения. Если вы уже можете опуститься ниже, вы опускаетесь и сохраняете спину ровно. Носочек направлен на себя. В этом положении можно тянуться как на себя, задняя поверхность, и добавить носочек от себя. От себя. То есть основная ошибка при выполнении этого упражнения. Вот я сразу вспомнила себя. Открывать спину, сгибать. Положение левой ноги неправильное. Таз искривляется, и все, вот, это уже неправильно. Вот, говоря о том, что сначала должен живот, потом грудь, потом уже голова, да. Я вспомнила, что у меня сначала идет голова. То есть, ну, понятно. Все пытаются округлиться. Да, округлиться. Хорошо. Дальше еще что? Дальше. Можно сделать на переднюю поверхность бедра. В этом положении мы не должны стоять именно на коленке. Мы должны немножко ее увести, чтобы не травмировать его. Нога левой, левой немного вперед. Таз мы продавливаем вниз. Руки переносим в правую сторону. И захватываем либо правой, либо левой стопу. И подтягиваем пятку к ягодице. В этом положении делают ошибку то, что близко пододвигают к себе. Ставят на колено сильно. И таз у нас никуда не уходит. Он просто стоит в этом положении очень легко. Если добиться какого-то результата, то только вот так. То есть с тазом вниз. И обычная складочка. Также носочки на себя тоже два положения имеются. На себя, от себя. В этом положении тоже совершают ошибку, что сильно округляются. Садятся неправильно, стопы разъезжаются. В этом положении мы садимся опять с ровной спиной. И опускаемся вниз. Тоже опять тянется живот, грудь, потом только голова. В этом положении тоже ноги себе облегчают, загибают колени. И нужно продавить. Опять же нужен уже. Ну, либо кто-то дома. Уже помощник должен быть. Хорошо. Ну, а вот зачастую я вижу, ну, сама так делаю. Я очень часто вижу девочек в зале, которые, ну, может быть, боль какая-то. Либо себя жалеют. То есть очень часто во время растяжки сгибают колени. То есть этого вообще нельзя категорически делать. То есть нужно, может быть, ну, очень часто говорят, возьмитесь за запястье, да, и выпрямите ногу. То есть много кто берется за запястье, но при этом не выпрямляет ногу. Как лучше? Может быть, взяться чуть ниже запястья, нежели, как, ну, главное, выпрямить колено. Как в этом? Колено должно быть выпрямо в любом случае. Всегда. Можно не, допустим, добавить скакалку ту же самую. Если ты не дотягиваешься рукой, потянуть скакалкой. На тренировках есть, допустим, ремешки, которые помогают. Вот, так дальше уже, когда будет лучше растяжка, ты уже сам дотягиваешься, колено прямое, только тогда уже будет правильно. Дополнительный просто есть инвентарь, который может помочь. Хорошо, ну, а как часто нужно вот заниматься, уделять время растяжке, вот если именно дома? На тренировках, особенно если это силовые тренировки, да, ну, обычно на это уделяется, там, ну, минут 10, в лучшем случае, да. Но тело уже разогрето, поэтому, как бы, так сильно, ну, может быть, поэтому много времени... Дома, если хотите результат, например, допустим, сидеть на тот же самый шпагат, обязательно разогреваться, не забываем, и не менее трех раз в неделю. Если результат хотите, потому что, ну, два, это уже, ну, как бы, ну, есть растяжка, но все равно, не туда и не сюда. Уже не туда. Чем больше, в общем, тем лучше. Хотите результат поскорее, да, то чаще, чаще, а главное, правильнее. И без фанатизма. Да, без фанатизма. Хорошо, спасибо большое. Но можно вот какие-нибудь, я не знаю, напутственные слова, какие-нибудь пожелания телезрителям, чтобы вот все сейчас, прямо после нашей беседы, отставили все свои дела, оставили все свои дела на потом, и вот пошли заниматься растяжкой. Ставьте перед собой цели, стремитесь к этим целям, добивайтесь результатов, вам это самим понравится. Главное, чтобы тренировка была в удовольствии для вас. Вот как говорит мне сейчас режиссер, все, я ушла, ребят, до свидания. Она уже замотивирована, и это хорошо. Ксюша, спасибо большое за интересную, а главное, познавательную беседу. Друзья, занимайтесь спортом. Спорт – это хорошо. Еще раз здравствуйте. Сегодня речь пойдет о жуках, которые вооружены вот такими длинными, передними, похожими, выростами, похожими на рога. Так их и зовут рогачи, или, ну, иногда узко называют жуки-олени. Зачем им такие нужные челюсти, такие выросты, такие удлиненные? Ну, с одной стороны, это украшения, с другой стороны, они нужны для борьбы за самок. Вот эти все длиннороги, так сказать, это все самцы. Вот, а самки выглядят вот примерно так. Они мельче, они не имеют этих выступающих частей тела вперед. Вот, это древесные представители. Живут они повсеместно, в том числе в наших лесах. И самый крупный из наших приморских представителей называется рогач дыбовского. Вот он здесь, мы его видим. Ну, а эти встречаются южнее. Мы видим их более крупные размеры, или значительно более яркую окраску, которая, опять-таки, присуща самцам и нужна для полового отбора. А личинки их живут тоже в древесине. А сами эти взрослые жуки питаются, ну, разве что. Могут пить, например, сок, который выступает на раненом участке дерева. Вот, и прекрасно они летают, несмотря на такие, вот, казалось бы, несоразмерные пропорции, тяжелое тело. Да, они летают. Хотя есть такое выражение, что физики доказывают, что летать они при таких габаритах, при вот таких пропорциях не могут. Оказывается, могут. Ну что же, пришла пора подводить итоги. Друзья, мыслите позитивно. Развивайте в себе привычки позитивного человека. Вот многие люди стараются до последнего цепляться за свои любимые идеи, вещи, или, ну, возможно, даже людей. Тратья на это свои лучшие силы и энергию. Да, позитивные люди легко позволяют уйти всему лишнему и ненужному. Как только понимают, что это мешает им жить. Как говорится, прошлое должно оставаться в прошлом. Его не изменить, а вот начать все с чистого листа, да еще и себе любимому в угоду, можно прямо здесь и прямо сейчас. Виктория Срада и Андрей Козицкий желают вам самых продуктивных и позитивных выходных. Мы с вами не прощаемся. Все, что тебя касается, Все, что меня касается, Все только начинается, Это наше все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok